Сегодня 9 октября. Погода стояла хорошая, 20 с лишним градусов тепла. Ну, к вечеру заморощало. Я не знаю, как это видно будет. Темные тучи, там где-то солнце. Сережа Пупков хотел завтра выезжать, но мотнулся сегодня. Это бывший дом Калашников. Это у меня голубятня номер 2 здесь вверху, на чердаке. Ну, от тебя пришел. Тут красная. Ты посмотри, какая. О, Надежда Васильевна держит. Морковку показать. Ты посмотри, что делается. Понятно было, какая. Ну-ка, держи-ка я посмотрю. Посмотри, что делается. Отдельно. Вон ту поближе дай. Вот, чтобы понятно было. Ты рядом руку, голову поставь, чтобы видно было. Вот так. Ну, ладно, ладно. Какого размера она? Ой, какой ужас. Вот, это матушкин огород. Мне позвонил Сергей. Я не заметил что-то. Сразу поехал узнавать. Звонил, звонил. Матушка просит дать Никиту копать. Ну, копать. У нее огород не спаханый. Земля твердая, твердая. Ты посмотри, вон сколько ее. Ну, если я ему дал задание, Володя, вырубить там, разрослась сирень. Я пошел, взял вилы свои. Вот, особые такие вилы. Вот, с такими рожками. Очень интересные, хорошие. Ну, и стали копать. Вот она сколько. Сколько, примерно, с гектара можно набрать по весу? Не определишь, да? Нет. Ну, примерно. Я говорю, куда ты, наверное, продавать будешь? Да вот, надо Виктору Андреевичу, это врач у нас. И мы все там обязаны, должны. Ну, еще кого тут, можно сказать. Рядом вот эта, еще даже не облетела, черноплодная ягода. Говорят, давление понижает. Не знаю, как она в желудок попадает. Она должна давить, а это повышает. А тут у нас ешь и понижает. И даже не знаю, как это может быть. Ну, Надежда Васильевна тут посуетилась. Здесь пришла на Матушкин огород. Вот. Мы все тут собрались почти одногодки. 77-й до 77 лет. До 78. Матушка агроном, старший агроном. Закончила институт, тогда университет был. Я ее спрашиваю сейчас, ну, что-нибудь есть такое, чтобы есть и не стареть? А она сразу ответит, она все абсолютно знает. И говорит, грецкий орех. Я говорю, а что ж ты его не ела? А в Потеряевке, говорит, не растет. Батюшка поехал в Россию. У Ивана во дворе опять наберет грецкий орех. И опять состарится на 5 лет. Смотри, прям, это же какая она морковка-то. Татьяна эта поехала тоже домой. Видишь, сколько? Я сейчас пришел специально показать, как в деревне интересно. Нуждаются одним. Схватил вил и прибежал. Матушка, морковки вам дам. Ну, понимаете, как это в деревне здорово. Все абсолютно под... Не надо идти на базар-то. И там на чем и выращивать. А тут знает она. Все естественное, удобрения какие. Хоть мед берешь здесь, чистый. Не сахар там растопленный, перегонный. Пчелам дают. Деревне хорошо. Я спрашиваю, матушка, почему нынче осины красным нигде нет? А обычно они как свечки горят. Много дождей было. Все знает. Потому что приехал тоже Геннадий. Говорит, осины, прямо осинники где были. Все сохнет. А почему эти трейлеры разные, как называют там... Глушков говорит, вертолет пролетел. Говорит, это опыляет специально нас, говорит, чтобы болели. Ну, что-то смеяться. Может быть, действительно что-то делается. А чего-то люди же болеют. Вот. У меня свои заботы тут маленькие. А заботы какие? Заботы простые. Моя голубятня первая. Приблизилась далека через дорогу. Вот. Завезли песок вчера. Пять Камазов. 80 отдал тысяч. Сегодня приехал оттуда бухгалтер. Ну, и 19 Камазов щебня. Еще отдал 237 тысяч. Так это только крупно, еще и мелкий будет. Дорогу делать, дорогое удовольствие. Очень, очень лучше. Ну, а государство нами не нуждается. Поэтому, что спрашивать-то? Вот это вот видно, это первый дом. Батюшка строил через это. Рядом вот сейчас ось состроится. Вот он. Там где-то, кажется, и сидит он. Сейчас я его увижу. Видно, нет. Это племянник мой. Красивый такой домик строит. Небольшой. Вот. Как хорошо. А в городе еще ты вышел. Еще там и нет. Ладно, буду копать. А то я его оставил. Специально сбегал за аппаратурой, чтобы на память оставить. 2015 год. Какой он плодородный был. Вот сейчас начали только. Вот прохожу. Ну, сколько мы тут копали. Это не знаю, там, час, больше чуть. Только маленько пройдешь, ряд выкопал. И вот сколько морковки. Чтобы понять, как это много или мало. Вот мой 46 размер сапога. На три размера больше ноги. Вот оно видно. Везде. Вот оно. Морковочка. Я без морковки не могу. Все время тру ее. 9 лет сидел за компьютером. И когда набор книг был, больше 30 тысяч часов провел. А это каротин. Утром, и вечером, и в обед. Морковка тертая. И вкусно, и хорошо. Вот. Вот она какая. Смотри. Смотрите. Говорит, завидуйте. Я гражданин. Писал один. Самоубийца. Гражданин Советского Союза. А тут завидуйте. Я в деревне. В деревне это здорово. Во. Я нашел дыньку. А-а-а. Нет, это уже все. На, тебе арбузик. Ничего нету. Ты посмотри, что творится. Там арбузик я разрезал. Маленький. Он совершенно на арбуз не похожий. Видать, его искорежил мороз. Вот так. А это вот селосные раньше ямы были. Землю вырывали. Первый год мы хотели там сделать подвалы. Прямо внутри вот этой горы-то. Но пришла тут одна жена. И распекла нас. И пришлось оттуда нам утекать. Маленький. А2- 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 Продолжение следует...